Приветствую вас, и мне кажется, что вы нуждаетесь в ласке, теплее. Мне кажется, что вы нуждаетесь в любви, во внимании. Может быть, в заботе, может быть, в защите, вот. То есть, речь идёт, грубо говоря, о том, значит, что у вас за потребность. То есть, это именно, вот, потребность, потребностная сфера, вот, нужда, нуждаемость, скажем так. И, соответственно, данная нуждаемость, она и привела, в общем, к тому, что вы вступили в контакт с женатым мужчиной. Идея в чём, идея в чём, либо вы боитесь близости. То есть, вы тянетесь к недоступным мужчинам, вот, ну, по какой-либо причине. Вот, и, как правило, у этого есть свои основания, да? То есть, недоступный отец, соответственно, отстранён от родителей, либо желание кому-то что-то доказать, да? То есть, ну, доказательства, я имею в виду, в том плане, что вам нужен именно такой вот мужчина, который женат, да? Который, недоступен, и так далее. То есть, это не случайно произошло. То, что вы, вот, выбрали себе именно такого человека. Ну, нужно здесь разбираться. Значит, понятно, что фиртуете вы потому, что, ну, вы хотите чувствовать себя женщиной, хотите любить, хотите быть любимым здесь. То есть, это, вот, именно здесь, это такое желание вполне естественное, вот. Но, вы выбрали явно не того человека для этой цели. И вы говорите, что он вам понравился очень, вот, мне важно, чтобы вы рассказали о том, чем конкретно вам понравился этот человек, этот парень, да? Вот, и именно тем, чем, причем, понравился настолько, что вы разрешили ему сразу флиртовать с собой, да? Вот, и, в общем-то, ну, вас приняли это в порядке высшей. Далее, вы пишите о том, что вас тянет к нему, тянет к флирту. И, на самом деле, здесь момент такой, что тянет вас его внимание. Вот. Именно его внимание вас привлекает. Соответственно, можно говорить о том, что, что, ну, можно говорить о том, да, что, вы, вы, ну, нуждаетесь, в нем. Соответственно, соответственно, чтобы быть свободной в отношениях, нужно быть свободной в своих желаниях. И, соответственно, эээ, значит, соответственно, если у вас действительно, действительно нуждаемость, то с ней нужно работать, чтобы понять причины нуждаемости и уже ее как-то реализовывать, дабы вы не находились в таких вот негативных достаточно для себя отношениях. Далее. Далее. Вы пишите, пишите, что, значит, до секса доводить не буду, он не предлагал, просто хочу остаться с друзьями. Ну, ээ, совершенно очевидно, что, друзьями вы с ним, эээ, быть не сможете до тех пор, пока, эээ, зависимым от него, пока он нуждаетесь в нем. Эээ, вот. То есть, эээ, друзьями могут стать люди, эээ, которые самостоятельны, которые, эээ, равны другу по отношению к другу, вот. Вы же, к сожалению, не равны, поэтому говорить о том, что вы можете стать друзьями, нельзя, вот. Эээ, поэтому, что-то вам лучше сделать, это, прекратить, эээ, с ним плиртовать, потому что друзья не плиртуют, вот. Эээ, поддерживать контакт, обозначить свои личные границы, что для вас, эээ, позволительно, что для вас не позволительно, да, то есть, ну, донести это до него, эээ, тоже, в том числе, эээ, вот. И посмотреть на его реакции. Эээ, скорее всего, мужчина не захочет, эээ, с вами быть друзьями, вот. Скорее всего. Эээ, ну, ну, просто, потому что вы ему нужны исключительно, как, эээ, средство для получения, того, что ему не хватает, вот. А не хватает ему какого-то, какой-то живости общения, да, эээ, флирта того же, может быть, эээ, и так далее, вот. Поэтому я более чем уверен, что друзьями быть он не захочет с вами, и вы это знаете, ээээ, именно, именно поэтому вы и не, ээээ, и вы спрашиваете, как с друзьями. Вот. Потому что вы знаете, что не сможете с ним дружить, ну, особенно после флирта, да, потому что, эээ, отношения могут развиваться у вас. Это не требуют таких, эээ, серьезных заправ, заправ. Вот. Но отношения не могут, ээээ, как бы, опускаться на уровень ниже. Потому, потому что, ээээ, это очень болезненно для человека, и нужны достаточно серьезные силы для того, чтобы это пережить. Вот. И вы уверены, что эти силы есть у вас, и у вашего парня. Вот. На мой взгляд, вы знаете, что у вас этого не, эээ, что у вас нет этого. То есть вы знаете, что у мужчин нет таких сил. Вот. И именно, именно поэтому вы, опять же, собственно, и задаете свой вопрос. То есть здесь нужно, в первую очередь, думать о себе. Если вы хотите остаться друзьями, да, то почему, а зачем? Для чего это лично вам. Вот. Опять же, только чисто для того, эээ, чтобы, ну вот, лучше, эээ, взаимодействовать с собой. Понимаете? А, поэтому я думаю, что, эээ, единственный способ, эээ, общаться с друзьями, да, это отдалиться от него, откровенно ему все сказать. Либо он поймет вас, а, либо нет. Вот. Ну и, к сожалению, есть очень большая, эээ, вероятность, эээ, того, что он вас не поймет. Вот. И, опять же, на мой взгляд, вы это знаете сами. Вот. А, на мой взгляд, вы знаете, что он вас не поймет, и поэтому вы и задаете свой вопрос. Вот. С другой стороны, мужчина преследует только свои цели. Вам нужно думать о себе, поэтому справедливо, если вы будете думать о себе и только о себе. А, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. А, значит, если есть какие-то аспекты, которые побудили вас к тому, чтобы вступить в эти отношения, в общем, на самом деле, ммм, ну, к сожалению, нездоровые, да. Вот. Например, страх одиночества, эээ, одиночество, эээ, занятенная самооценка, эээ, значит, эээ, еще, еще что-то, может быть, неуверенность в себе. Ну, какие бы то ни были, эээ, какие бы то ни были, эээ, какие бы то ни были, неважно, эээ, моменты. С этим надо разбираться, вот, поэтому в этом случае вам рекомендуется начать индивидуальную работу с психологом, вот, потому что выбор, эээ, мужчин недоступных, да. Ну, выбор, эээ, ваш выбор, эээ, недоступных мужчин, это, к сожалению, эээ, весьма, весьма тревожный, эээ, знак, тревожный, ээээ, ну, аспект, вот, и его, игнорировать его нельзя, вот, на мой взгляд. Ээээ, если у вас остались вопросы, ээээ, пишите в личку, я буду рад помочь вам, эээ, если вам понравился мой ответ, эээ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok